Ко мне приходили из общества колясочников, пытаются объяснить людям, что не все потеряно. Но когда пришли ко мне, я сразу сказал, типа, что, я буду ходить, давайте-ка идите. Меня зовут Алексей, мне 34 года, в 27 я сломал позвоночник, стал инвалидом, начал вести затворнический образ жизни, пристрастился плотненько так к алкоголю, а сейчас я работаю в барист. Я знал, что есть инвалидные коляски, но я не видел людей. Да, я знал, что такие где-то есть, но вообще не понимал, как это, где они. Да, я был очень далек от этого всего. Обычная жизнь молодого человека, типа, 26 лет сегодня. Я работал строителем, сорвался. Когда я приземлился, я раздробил себе пятки, вслед за мной прилетел щит. Да, он, получается, как домино, он так в землю упал. Вот тут я сидел, он так упал, и, короче, меня сложило пополам. От удара сломал позвонок, и от того, что я резко сложился, давление спинного мозга произошло, и ноги отказали. Там высота была 4 метра. Первая мысль, самое интересное, что первая мысль, это как будто меня кто-то ударил лопатой по спине. Типа, я сознание потерял под щитом, и когда подняли щит, я сел и упал. То есть, оказывается, без рабочих ног невозможно сидеть. И первое время боли не было, ну, прям такой вот позвоночник. Только ноги горели. Получается, кожа горит, а внутри как будто пустота. Напрямую мне не сказали, что я не буду ходить. То есть, врач пришел, ей говорит, ну, типа, у вас травма серьезная, вы должны понимать, что поврежден спинной мозг. Ну, а в глазах оптимизма нет на тот момент. Девушка моя говорит, что ей, он сказал, что, типа, ты молодая, беги и, типа, не трать время. Я тогда еще пацанам сказал, что, типа, а у меня сейчас свадьба. А 28 мая я сломался, а 17 августа была дата свадьбы. Они говорят, да все нормально, типа, позанимайся. Вот, не состоялось. Свадебный костюм мне принесли уже в палату. Я же высокий, типа, и шил на заказ. И уже в палате я лежал, и она принесла, говорит, о, костюм пошили. Я говорю, ну, класс. Я думаю, сейчас я там позанимаюсь тренажерочку, все, восстановлюсь. Да. Восстановился. Привет, я Леша Судников, и я снимаю проект «Немаленький человек». Вам может показаться, что мы уже делали сюжет на похожую тему, но история Леши про другое. Свои проблемы он решал не тренировками, а алкоголем и затворничеством. Взрослому человеку пришлось учиться ходить в туалет, принимать душ и пытаться заниматься сексом. Нам важно, чтобы такие истории преодоления, как у Леши, увидело как можно больше людей. Вы можете нам в этом помочь. Нужно подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк. Тогда алгоритмы Ютуба сработают на нас. Спасибо. Слушай, привезли домой, и начался цирк с конями, конечно. Ну, это дивный новый мир. Ты не понимаешь, как жить, как перемещаться. То есть, даже банально залезть в ванну, помыться. Меня первый раз девушка на пледе тянула туда. Потому что я два месяца лежал, ну, прям ослаб очень сильно. И физически, ну, я как-то сам не мог. Погрузили меня на плед, она меня тянула туда. С горем пополам как-то затолкали меня в эту ванну. Помыли, достали. Ну, это, конечно, сложнее всего было привыкнуть, наверное, походу в туалет. Это прям было открытие. Я когда видел колясочников, я даже не думал, что есть такая проблема. Ну, типа, сидит и сидит. А то, что самостоятельно не может сходить там пописать, у меня даже мысль такая не закрадывалась. Катетер, это, ну, вот такая трубка, ты вставляешь в член или в это, в мочевыводящий канал. Ну, ты вставляешь его, и все. И через него, как через обычную трубочку вытекает. Когда я понял, что каждый поход в туалет становится платным, просто на одну, типа, мочу и г***ю, ты тратишь там половину своих денег. Подгузник сколько стоит, не знаю. Катетер стоит 50 копеек. Смотри, обычно человек, сколько, 5-6 раз надо помочиться. Ну, типа, если 6 раз, это 3 рубля. 3 на 3. 3 на 30, это 90. Пособие 230. С сексом? Ну, это очень такая интересная тема. Мы как-то пробовали там и таблетки, и прочее. Ну, вот эти виагра. Да, вот, там можно как-то вспомнить какую-то эрекцию, но это неполноценное все. Вот, плюс ты не получаешь никакого удовольствия от этого. Ниже пояса я как тряпичный, я ничего не чувствую. Начали искать вот эти все массажисты, мануальщики, там, по бабкам ездить, типа, все способы, вот, все. Там малейший проблеск того, что тебе помогут. Все, ты мчишь туда. Оптимизм был. А потом, где-то уже, наверное, через год, я уже плотненько потел на алкоголь. Но каждый день, вот, пиво, это 100% было. Без этого день не проходил. Ну, и перебивался потяжелее, чем. Я не то, что там синий пьяница был, но я не был трезвый практически всегда. Включаешь кино и заливаешь себе пиво или еще что-нибудь, вискарь, и все. А алкоголь, он боль притупляет и психологическую, и физическую. Тебе как-то так полегче, вроде жизнь ничего там красками заиграла. А утром просыпаюсь, о, серые будни, скорее бы вечерок. И все, вечер опять повторяется. И так вот, изо дня в день. И ты, ну, незаметно ты подсаживаешься на это все. Да, я, я считал себя алкоголем. Короче, у меня производственная травма, все официально. Я получаю страховые выплаты от Белгостраха. По деньгам в этом плане мне повезло. То есть, мне было на что бухать. У меня пожизненные выплаты. Я отмораживался от всего. То есть, мне не надо были там не друзья, не знакомые. я как-то, кто-то ушел сам после травмы. Люди, во-первых, не понимают, как с тобой общаться. Кому-то страшно, там, тебя обидеть как-то. И потихоньку, вот, эта дистанция увеличивается. И все. И один отпал, второй, третий. Кого-то сам отталкиваешь. Ну, я вот как закрылся дома, я избегал не то, что колеса, я весь мир избегал. И я потом подумал, а зачем, типа, куда ходить? Дома, типа, еду доставят, алкоголь попросить, принесут. Все. Нормально, такой мирок себе создал с интернетом. Закрылся от мира. И нормально. Я лег в больницу, и там в палату с дедом попал. Вот его койка и моя. А дедушка был такой, типа, разум умер, а тело еще как-то борется. И мне так что-то страшно, встало. Ну, моя старость может быть еще хуже, а я уже 6 лет потерял. И там, ну, чуть ли не до слез меня как-то это все напугало. Я сидел, думаю, все, надо что-то менять. И когда уже девушки начал свои рассказывать, мол, типа, так и так, хочу, типа, давай жить, там, куда-нибудь поедем, потасуемся, там, в какую-нибудь деревню давай съедем, там. А на той стороне контакта нет. Да, мы так в итоге не поженились, вот, и ей приходилось за мной, ну, постоянно ухаживать. И она говорит, все, расходимся. Ну, как-то мы разошлись более-менее так спокойно. я ее не виню. Типа, а что? По факту. Единственное, что надо было сделать, это, типа, раньше, не тянуть 6 лет, либо сразу в больнице бросать, либо, ну, месяц-два, типа, как-то поддержал, и все. У нас ни детей, ничего не было. И такие отношения, как правило, они заканчиваются после таких травм. Это есть исключение, но мы не были этим исключением. И потом я вернулся к родителям. Я понял, что, типа, ну, теперь я один, и мне надо что-то делать. И я пошел, все, я начал вступать во все, в общество инвалидов вступил. Потом мне сказали, есть общество колясочников, иди туда, сходи. Я туда пошел. И начал, начал так постепенно общаться, заводить знакомства. Это кофейня. Инклюзивная кофейня. Первая в Беларуси. Ну, как единственная, где работают ребята с инвалидностью. Короче, я познакомился в какой-то момент с Сашей Авдевичем. Он тоже инвалид-колясочник, и, ну, такой активный парень. Постоянно в какие-то социальные проекты там вписывается, и вот он сделал кофейню. И вот он предложил, говорит, давайте я научу варить кофе, и будешь работать. Колясочник говорит, это прикольно. Не знаю, а что такое? Типа, работа. Колясочник может работать. Прям, мы реально можем многое делать. Нас просто отмораживаются все. Типа, инвалид, дай мне, типа, мне пандус или какой-нибудь лифт, и все, я буду работать даже, возможно, лучше. Эту кофейню создавал колясочник. Типа, он знал, как ее надо сделать так, чтобы было удобно. Типа, с учетом того, что мы не можем, допустим, какие-то высокие, да, моменты, ну, чтобы можно было дотянуться до всего. сама кофемашина стоит, ну, низко. Ну, и плюс, нету лишнего ничего, чтобы можно было, типа, спокойно тут ездить, разворачиваться и прочее. Слушай, я к юмору коляс, ну, про инвалидов вообще очень хорошо отношусь. Ну, типа, мне любой юмор, черный там, все заходят. Меня это не оскорбляет ничего. Это, ну, типа, юмор. Я самостоятельно никогда никуда не ходил один, типа. И я поехал в Минск. Ну, и все, там, короче, потусовались мы и стал вопрос, типа, надо сходить в туалет. А, короче, в торговом центре я что-то ходил и не было для инвалидов. И я думаю, ну, пойду в обычный, и, короче, залажу. А там кабинки узкие и клинит коляску. Она ни туда, ни сюда. А эти двери бьются, грохот, короче, стоит на весь туалет. Ну, и люди ходят. И два мужика там что-то заметили, такие решили помочь. Говорит, ну, а как, типа? Я говорю, я не знаю, типа, вот я залез, я хочу, типа, домой, но не выпускает. Ну, они, короче, ломали, ломали, что-то выдернули коляску, и, а меня же надо как-то. И вот, короче, мне 33 годика, меня из общественного туалета на руках мужик выносит. У меня мысли вот этот анекдот. Мама, я принцесса. Сынок, ты идиот. Быть инвалидом-колясочником в Беларуси это тяжело. Быть, в принципе, инвалидом-колясочником, ну, нормально. Это морально, я уже, типа, переломал себя, я не стесняюсь ни взглядов, ни осуждений никаких. Ну, я реально, я тупой. Шесть лет жизни потратил, не пойми на что. Типа, ну, я пытаюсь, когда рассказываю, такую мысль пронести, что, ну, типа, надо жить пока, это можно. Типа, да, потеряли там многое, но надо забирать то, что осталось.